Воспитая служба информации телерадио компании «Гомель» у студии Наталья Игнатенко. Глядите у гэтым выпуску. Выборчая кампания 2020. У Беларуси вызначился состав участковых комиссий. З вороты до сенатора Алла Смоляк провела прямую телефонную линию. Наши юные коллеги уникальный творчый проект «Телебачение активной молоди» реализуют в Чачерску. А зараз об гэтым иншим больше подрабязна. У Гомельской области створены участковые выборчые комиссии. У их составе амаль 75% жанчины. По взросле до 5% молодые люди до 30-ти годов. Усяго в нашем регионе на президентских выборах будут працавать 997 комиссий. По колькости участков для голосования. У их склад было вылучено 10 411 человек. При этом больше как 60% от громадских объединений и политических партий. Найбольшую колькость своих представников вылучили Компартия Беларуси, Республиканская партия працы и справедливости, Социал-демократичная партия народной изгоды. У составе участковых комиссий так само будут працавать представники Федерации профсоюзов, Белой Руси, БРСМ, Союза офицеров, Фонду миру, Союза жанчин и инших громадских объединений. Из общественного объединения самое крупное представительство 16% – это Федерация профсоюзов Беларуси. По партиям это где-то до 6% в среднем. Нагадаем выборы президента Республики Беларусь, призначенные на 9 жюня. На передании головной политической подеи года выборов президента Республики Беларусь важно звернуть увагу молоди на особливости электоральной кампании. В Гомельском державном университете имя Франциска Скарыны с этой метой ладить специальный проект «Азбука грамадянина». У чем его особливость, доведался наш корреспондент Павел Михно. «Азбука грамадянина» версия 2.0. Это новый этап проекта, который был презентован Гомельской городской организацией БРСМ и ГДУ, на передании минулогодних выборов депутатов Палаты представников Национального схода Республики Беларусь. У гольновой форме организаторы проекта за 45 хвилин знайомить будущих выборщиков с выборчей системой краины и парадком проведения выборов. Удельники деловой гольни, наученцы выпускных классов, лицеев, колледжев и студенты ВНУ. Шматка музык у першиню у житти представится махчимость повплывать на будущень Украины. Проект мы разрабатывали перед парламентскими выборами. Идея была такая – в игровой форме рассказывать молодежи о системе органов государственной власти Республики Беларусь, о том, как проходят парламентские выборы и как принимаются законы. Наша деловая игра имела очень большой успех. Мы провели более 50 таких игр по Гомельской области. У ходе деловой гольни организаторы инсценировали процесс проведения голосования на выборчих участках и подлику голосов. Молодые люди смогли посправить себе у роли членов выборчей комиссии и назиральников. Почас моделирования разных ситуаций удельники проекта смогли подискутовать на тему необходимости, приняться в дело в выборах и обмирковать потребования, которые получаются до кандидатов в президенты. Цель наша – это привлечь внимание молодежи к теме выборов и повысить электоральную активность юношей и девушек. То есть это интерактивная игра. В игре созданы районная комиссия, участковые комиссии, есть наблюдатели, есть представители МЧС, МВД, общественных организаций, ну и, конечно же, избиратели. Деловая гольня пройшла цикава и займальна. И сейчас, после удалой презентации, ее плануют реализовать и в других научных установах. Павел Михно, Игорь Марышенко, телерадио компания «Гомель». Сегодня у «Гомеля» пройшла промая телефонная линия члена постоянной комиссии Совета Республики Национального Схода Республики Беларусь Аллы Смоляк. Пытания у основным тычилися социальных и бытовых проблем. Так люди звертались с просьбой об працеулатковании, об оказании адресной допомоги, например, переселенцам с Донецкой и Луганской областей Украины. Фермер с Добружского района просил посаденничать у отримания кредиту на развитие сельской господарки, а так само пропоновал унести поправки в закон об обороне лесной господарки. Мужчина лечит, что кроме штрафа за незаконную высечку лясоу, порушальники обовязаны высадить, як минимум, такую школькость дреуна взамен знищенных. Юноша, который инвалид по слуху обращался к нам, он не может трудоустроиться. Ну, действительно, это такая ситуация, когда человек имеет особенности. Конечно, мы такие берем вопросы на контроль и помогаем в трудоустройстве. Это первое. Затем у нас очень много вопросов социальной направленности, получения жилья, социального жилья. Сегодня глава государства особое внимание уделяет многодетным, педагогам, медицинским работникам. Цекавились люди и распроцовка законодавства об впотрымце волонтерского руху. Усе звороты будут стрематься на контроле. Сегодня в Беларуси стартовало централизованное тестирование. Абитуриенты сдавали экзамен на ведание белорусской мовы. У Гомельской в области больше 400 человек приняли удел в сегодняшнем тесте. Все лето ЦТ отбудется в новых умовах с выполнением всех санитарных норм. Мы бы хотели, конечно, чтобы вот этот дополнительный момент не очень сильно повлиял на наших абитуриентов. Мы будем стараться, чтобы они проходили тестирование в доброжелательной, спокойной атмосфере. Но вместе с тем мне бы хотелось и обратиться и к нашим абитуриентам. В общем-то, тоже определенную социальную ответственность нести, соблюдать дистанцию и здесь, на входе в корпусы, и уже непосредственно в самом корпусе. Наступный испыт русская мова. Экзамен – один из наибольший массовых, тому его будут сдавать два дни. В этих же умовах отбудется сдача математики. Резервовые дни для тех, кто по важливых причинах не смог пройти тесты своечасово – 19, 21 и 23 липеня. Ящая частка больниц Минска, Минска и Гомельской областей починает работу в обычном режиме, поведомляется на сайте Министерства охоты здоровья. Так, в нашем регионе разговор идет о Гомельской областной скурно-венерологической диспансер. Нагадаем, в основной связи с эпидемичной ситуацией он был перепрофилеванный у инфекционный шпиталь. В опошние дни областный диспансер проходился на працовку, и с этого дня специалисты обновляют плановую шпитализацию показаний дерматовенерологической допомоги. Министерство охоты здоровья нагадало про основные правила по профилактике инфекционных захворваний в том числе COVID-19 летом. По раннейшему важно заховывать гигиену рук и принцип социального дистанцирования. В местах массового находжения людей стоит носить маску. Рекомендовано использовать достаточно количество ватков. Городненную садовину нужно стараться мыть, но не стоит их купить в местах несанкционированного хандля. Супрацовники Освода и МНС организовали совместный рейд по диких пляжах. МЭТА – профилактика надзвычайных ситуаций на воде. В опыт показывая, большая часть несчастных выпадков отбывается с детьми, подлетками, а так само не тверозыми хромадянами. Коли от подшинок проходят у неустановленных мест, и рызака значно повеличивается. Люди любят пойти в неустановленное место для купания, поставить мангал, распить немножко спиртных напитков и, нарушая, пойти в воду покупаться. В неустановленных местах неизвестно и дно, какое оно там резкое, пологое, или там может быть корч, коряга, какой-то металл, металлический предмет или еще что-то. Можно получить и травму. Осводы МНС регулярно проводят подобные проверки, как в пероконате от подшивающих притримливаться мер безопасности. В арсенале специалистов не только информационные брошюры. Одна из головных рекомендаций – усталевать мобильный додаток. МНС Беларуси – допомога Побач. Программа смещает множество функций, которые допомогут избегнуть надзвучайных ситуаций. Супрацовники МНС и Освода уповнены. Веды ратуют життя. Спасатели в очередной раз напомнили взрослым о правилах безопасного поведения на воде, о том, что купаться необходимо только в специально разрешенных местах, и о недопущении купания в состоянии алкогольного опьянения. Родителям напомнили о правильном и безопасном поведении их с детьми на пляжах, о том, что ребенка нельзя оставлять без виду. Необходимо, чтобы ребенок был на росте не вытянутой руки. «Телебача неактивной молоди» – уникальный творчий проект «Там.ТБ» реализуется у Чачерским центры творчости детей и молоди. На просторах интернета школьники рассказывают про мясцовые славутости, подеи в родном городе, а также занимаются вытворчостью мультфильмов. С юными журналистами с Устреуси Дмитрой Котау. Здравствуйте, уважаемые участники и зрители! Мы рады приветствовать вас на нашей интеллектуальной игре «Интеллектин». Сегодня участники встретятся для того, чтобы хорошо провести время и выяснить, какая из команд самая находчивая, креативная и эрудированная. Мы приходили в школу, предлагали людям, кому это интересно, прийти попробовать себя. Дети приходили, если было интересно, если у них получалось, они оставались. Если это было им скучно, либо у них это не совсем, не совсем, мы с ними так нежно как бы расставались. Практично всю работу школьники выконывают сами. На початковом этапе их учили, как поводить себе у кадры, писать сценарии, выбирать ракурс для сдымки, монтировать снятый материал. Поступово-творчая команда росла. Сегодня в проекте заединившено 15 человек. У каждого свои обовязки. Некто выконывая роль у режиссера, инши – корреспондента Альбови Адучага. Порой ты даже дома, вне этих системы учреждения, ты пытаешься где-то текст, где-то подумать над темой какой-то, где-то обсудить со всеми там в беседе, там, давайте так, нет, давайте вот так. Может, тут заменим что-то. И я бы сказала, работа всегда идет. Юные журналісти рассказывают о мясовых славутостях, знаковых подиях життя родного района и речных подвигах своих земляков. И они делают блоки новинов, тематичные выпуски, а недавно занялись витворчостью мультфильмов. Мы участвовать стали в таких тоже проектах, где можно было заниматься анимацией, анимационными фильмами. И немножко подняли, что такое стокмоушен. И вот первая наша работа была из пластилина и картона, где мы анимировали, значит, этих персонажей, чтобы рассказать этими персонажами о энергосбережении. И сейчас плотно мы очень сильно часто работаем совместно с художниками, что очень много есть проектов, которые мы без них, а не без нас, как мы не справляемся. У нас такой тандем, нам нравится вместе работать. Проект «ТамТБ» – подтверждение того, что не завсёды для створения по-соправдному, якосного продукту потребны и сурьёзные финансовые сродки. Головное завсёды – энтузиазм и метанакированость. Камеру нам подарили в том году, да, профсоюз, Гомельский профсоюз. А так мы снимали, как могли. У нас была большая-большая идея, не было ресурсов. Мы брали камеру у друзей, штатив у друзей. У нас просто было большое желание что-то делать, расти и так далее. Познайомиться с видеопродукцией ближее можно у интернете. На офицейных сайтах «Райвы Конкама» установила дукация, так само в социальных сетках. Творчость удельников проекта «ТамТБ», до речи, высоко оценила жюри на областных и республиканских конкурсах. Это мотивует юных журналистов не спиняться над осягнутым и рухаться наперед. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокампания «Гомель» из Шачерска. Об людях, чьи мари спаунились. Завтра в эфиры наступный выпуск программы «Земля наша». Зимашная группа телерадиокампании «Гомель» побывала в Октябрьском районе и познайомилася с жихарами, які умеют примать рашэнни. Нават рызыкованные, смелые, такие, які перевернули их лёсы. Наприклад, гэта людзі, што узяли на сябі отказнасті, адкрылі уласны бізнесу складаны перед пандэмії. А так само тэ, хто прынял на сябі отказнасті на родзіць і гадаваць шмат дзятей. Тэ, хто змянив життё у століцы – навязковая. І тэ, хто не спыняецца, нават тады, калі здаецца, силу жо не засталося. Гэта выпуска б тікавых, мужных, смелых, тэлі навітых людях, які живуть за 200 кілометрів ад Гомеля у Октябрьскім районі. Прапануем познайоміцца з імі і тэлі глядачам. Праграма «Земля наша» выйдзе у ефір у пятніцу, 26 червіня, у 15.45 на тэлі каналі «Беларусь 4 Гомель». Гэта і атак сама іншія новіны – інформацію аб проєктах тэлі радоокампанії Гомель Ви можете знайсти на нашім сайті у інтернеті по адресі www.tvrgomel.by На гэтым випуск завершений. Всього доброго і до нових зустріч у ефірі. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! На улице Якуба Колоса, о котором мы сообщали во вчерашнем выпуске, во вторник в своей квартире на кухне была обнаружена 78-летняя хозяйка с термическими ожогами тела. Ее доставили в Мозырскую городскую больницу, однако на следующие сутки от полученных травм женщина скончалась. Накануне на гомельском предприятии «Коммунальник» случилось ЧП. 56-летнему рабочему оторвало кисть руки. Мужчина госпитализирован в гомельскую областную клиническую больницу с диагнозом «перелом предплечья» и неполная ампутация правой кисти. Предположительно установлено, что рукав спецодежды рабочего намотала на вращающийся элемент токарного станка. Проводится проверка. В июне гомельские теплосети проводят плановые гидравлические испытания магистральных систем. Так совпало, что в эти дни в областном центре произошел ряд нештатных ситуаций. Накануне на улице Спартака прорвало трубу и под давлением воды в воздух на несколько метров взлетели грунт и тротуарная плитка. В результате несколько автомобилей, стоявших неподалеку от места происшествия, были повреждены. А днем ранее на улице Головацкого в районе дома номер 127 посреди газона обрушилась земля, образовав большую воронку. Грунт проседал на глазах у прохожих, которые запечатлели весь процесс на видео. Подробности в обоих случаях выясняются. И последняя информация выпуска. Завтра в Беларуси будет проводиться единый день безопасности дорожного движения под девизом «Обгон должен быть безопасным». Цель – предупреждение ДТП в результате выезда на полосу встречного движения. Обгон, по мнению ГАИ, самый опасный маневр в привождении автомобиля как для обгоняющего, так и для обгоняемого транспортного средства. Именно обгон является самым распространенными причинами ДТП и гибели в них людей. За пять месяцев 2020 года на территории Гомельской области по причине нарушения правила обгона и выезда на полосу встречного движения произошло восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести. Госавтоинспекция просит всех участников быть внимательными на дорогах и неукоснительно выполнять правила дорожного движения. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Завтра в Молодечно матчем между энергетиком БГУ и Мозриской Славией стартует 15-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В турнирной таблице соперников разделяет пять очков и столько же позиций. Команда из столичного региона располагается на шестом месте, подопечная Михаила Мартиновича на одиннадцатом. Начало матча в 17.00. Гомельский «Локомотив» и Держинский «Арсенал» сыграли перенесенный матч пятого тура чемпионата страны по футболу в первой лиге. К сожалению для подопечных Андрея Горовцова этот поединок сложился весьма неудачно. Железнодорожники крупно проиграли. 0-4. Сыгалы были забиты после перерыва. По разу отличились Игорь Воронков и Артем Кийко. Дмитрий Матяша оформил дубль. В турнирной таблице «Локомотив» на четвертом месте. «Арсенал» на строку ниже. Олег Еремин покинул гомельскую мини-футбольную команду «БЧ». В следующем сезоне игрок национальной сборной Украины будет защищать цвета чемпиона Беларуси Аршанского Витена. Еремин отыграл в составе железнодорожника в год. Провел 29 матчей в чемпионате страны. Забил 11 голов. В кубке сыграл 7 поединков. Отличился тремя голами. Олег Кочеловский остается в Гомере. Хоккеист подписал годовое соглашение с клубом. Минувший сезон форвард начинал в составе молодежки у 20. В 32 играх набрал 13 очков. После домашнего молодежного чемпионата мира в первом дивизионе вернулся в Гомель. В 18 матчах регулярного сезона набрал 9 результативных баллов. В плей-офф записал в свой актив еще 3 очка. Грибцы на Байдарках и Каное открыли соревновательный сезон. Сегодня на грибном канале в Заславле под Минском стартовал первый этап Кубка Беларуси. Участие в нем принимают спортсмены старше 18 лет. Наш регион представляет более 40 грибцов. В программе первого этапа Кубка только олимпийские дисциплины. Завершатся состязания 28 июня. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.